Субтитры создавал DimaTorzok Привет. С вами Корней. Данное видео я хочу посвятить рассуждениям о гомункуле. Потому что возникает множество вопросов по поводу того, возможно ли это вообще. Я расскажу вам о некоторых биологических фактах. Которые, незнакомому с биологией, могут показаться удивительными. И сами по себе эти факты являются доказательством того, что подобный процесс зарождения жизни в яйце при помощи таких манипуляций возможен. Итак, какие самые распространённые есть возражения по поводу того, что гомункул возможен? Одно из них, оно удивительно для меня. Звучит примерно так. Я пробовал, но у меня не получилось. Хочу обратить ваше внимание на то, что у многих супружеских пар очень долго не получается зачать ребёнка. И естественно, каждый раз ожидать, что такой сложный процесс, как зарождение жизни всегда будет заканчиваться удачно, было бы неправильно. Поэтому отрицательный результат сам по себе не является доказательством невозможности процесса. Однажды мне попалось удивительное видео. Рассуждения. Там были таковы, что я сделал гомункула. Это был фейк. Я это сделал специально. Обманул своих зрителей. И поэтому гомункул невозможен. Вот логика подобная мне вообще не понятна. Это всё равно, что человек, рисующий фальшивые деньги, взял бы и заявил, что реальных денег в мире вообще нет. Понятно, что наличие фейка не доказывает отсутствие самого явления. Достаточно часто встречается такое возражение, что не может произойти оплодотворение человеческим семенем яйца. Потому что у человека и курицы разное количество хромосом. Вы заблуждаетесь. На самом деле, разное количество хромосом не является препятствием для оплодотворения и для рождения организма. Самый яркий тому пример это мулы. Мул это гибрид. Гибрид между лошадью и ослом. При этом у лошади 64 хромосомы. А у осла 62 хромосомы. Тем не менее, мулы рождаются живыми и здоровыми. Поэтому этот аргумент возникает от некоего заблуждения. От некой недостаточной осведомлённости некоторых биологических законов. Другой более глубокий аргумент. Но по сути касающийся примерно того же самого. Это то, что если бы подобные гибриды были возможны. То стерлись бы границы между видами. Но на самом деле, как правило, гибридное потомство между разными видами является бесплодным. Поэтому лошади и ослы не исчезнут как таковые. То есть не превратятся во что-то среднее. Они всё равно останутся отдельными видами. Потому что сколько бы ни рождалось мулов, сами по себе мулы бесплодны. Поэтому ничего существованию видов не грозит. Но ради справедливости нужно сказать, что в некоторых случаях гибридное потомство между разными видами всё-таки рождается плодовитым. Тем не менее, по каким-то причинам виды предки всё равно не исчезают. Для примера я могу привести чёрную и серую вороны. Которые дают гибридное потомство. Это гибридное потомство прекрасно размножается. Тем не менее, чёрные вороны как существовали, так и существуют. И серые тоже. Но с воронами здесь можно объяснить то, что виды не исчезают. Тем, что они живут немножко на разных территориях. И только на границе соприкасаются. Хотя даже этого было бы достаточно. Если рассуждать строго. Чтобы в конце концов разница исчезла. Но всё-таки территории разные. Но более удивительный момент. Это осетровые рыбы. Практически все виды осетровых рыб могут давать гибридное потомство. И это гибридное потомство способно к размножению. При этом здесь уже не идёт речь о разных территориях. Потому что они живут в одних и тех же реках. И вот в одной и той же реке плавают разные осетровые рыбы. Рядом с ними плавает гибридное потомство. Которое тоже размножается. И тем не менее, какой-то среднестатистический осетр всё равно не появляется. Всё равно остаются разные виды осетровых рыб. Почему не происходит окончательного смешивания? Неизвестно. Просто в биологии многое происходит такого, что учёным не понятно. Было бы наивно полагать, что наука уже познала все законы биологического мира. И ей всё известно. Конечно это не так. Но тем не менее, наличие гибридов, я хочу это подчеркнуть. Не приводит к тому, что виды родоначальники исчезают. Поэтому такой аргумент, что в силу этих причин гомункул не может зародиться. Он конечно несостоятелен. Кроме того, большинство людей мыслит достаточно прямо. Что раз человеческое семя вводится в яйцо, то следовательно должно происходить оплодотворение. На самом деле, в природе не всегда новые организмы зарождаются механизмом оплодотворения. Хотя это конечно основной механизм, но не единственный. Существует так называемая мозаичность. Это когда клетки с разным генотипом образуют единый организм. Они перемешиваются в некую мозаику. Организм единый, а клетки разные. Мозаичность присуща даже людям. Происходит это следующим образом. Во время внутриутробного развития, когда две яйцеклетки оплодотворены. То есть, по сути, должны родиться близнецы. Ну, надо подчеркнуть, не однояйцевые близнецы. Потому что если однояйцевые близнецы, у них будет одинаковый генотип. И мы там всё равно не поймём, что произошло. Но вот когда близнецы не однояйцевые. Когда у них всё-таки гены различные. Когда это просто два брата. Или две сестры. Или может быть даже брат с сестрой. Так вот, на ранних стадиях развития. Когда ещё эмбрион не сформировался. А вот яйцеклетки только-только начали деление. И образовались, скажем грубо, пускай не очень корректно. Вот две кучки клеток. Которым в будущем предстоит стать двумя разными людьми. И вот пока это ещё не сформировавшиеся кучки. Они могут друг с другом перемешаться. Происходит это не часто. Но происходит. И вот перемешавшись, они образуют единую колонию. И начинают развиваться как один организм. И в результате, вместо двух людей, рождается один. В котором, по сути, перемешаны гены двух братьев. Или двух сестёр. Или даже брата и сестры. Ну, а сам он является одновременно ими обоями. Причём, даже в том случае, если это брат и сестра. Должны были бы родиться. Да, родился один человек. Это вовсе не ведёт к каким-то проблемам с половой принадлежностью. Потому что разные участки организма формируются разными клетками. И остальные их дополняют. Поэтому всё нормально. Человек живёт и даже не подозревает, что у него такая особенность есть. Ярким примером этому служил Чикатило. Известный маньяк-убийца. Дело в том, что когда его поймали. Его поймали на территории, где он совершал убийство. Он подходил под описание. В его сумке были орудия убийства. Нож и верёвка. И следователи знали, что убийца пользуется именно этими приспособлениями. Тем не менее, его отпустили. Произошло это, потому что на телах жертв он оставлял своё семя. И группу крови не определили. Когда поймали самого Чикатило, то у него взяли на анализ его кровь. И группы оказались разными. В то время учёные ещё не знали, что у человека может существовать такая мозаичность. По сути, Чикатило, будучи рождённым одним человеком, на самом деле был зачат, как два разных человека. И поэтому у семени была одна группа крови. А у крови, как таковой, другая группа. И если с людьми это ещё более-менее объяснимо. Потому что всё равно два брата, или две сестры, или брат с сестрой. Они генетически родственны друг другу. И клетки могут... Более-менее беспрепятственно друг с другом взаимодействовать. То в природе существует удивительная группа организмов. Которые представляют из себя мозаичные организмы. Не просто... Даже не просто разных видов. А разных царств животного мира. Биологического мира. А это именно лишайники. Лишайник это мозаичный организм. Состоящий одновременно из клеток водорослей и грибов. Водоросли, как вы понимаете, это растения. А грибы, это грибы. Это и не растения, и не животные. То есть, разница между растением и грибом колоссальна. Тем не менее, эти клетки сосуществуют вместе. И образуют единый организм. Который живёт как единый организм. И эволюционирует в такой форме. У лишайников есть разные виды. У них есть своя классификация. И это, по сути, тоже в какой-то мере гибрид. Гибрид, который произошёл без оплодотворения. А путём слияния разных клеток. В некую единую колонию. И превратившуюся по-настоящему во что-то единое. Это я говорю к тому, что не всё объясняется в биологии оплодотворением. Организмы могут возникать самыми неожиданными путями. И даже все животные и растения, они являются, и это было установлено не так давно, по сути мозаичными организмами. Потому что в наших клетках существуют такие органеллы. Они называются митохондрии. Давно учёные подозревали, что это митохондрия. А митохондрия имеет собственное ДНК. Которая всегда находится в ней. И никогда не находится в ядре клетки. Что митохондрия, это что-то чуждое для клетки. Это как два организма. Один проник в другой. И им стало удобно существовать вместе. И они стали развиваться. И эволюционировать как единый организм. И не так давно это было доказано, что это действительно так. То есть когда-то в незапамятные времена клетка, не имеющая ядра. Такие клетки и есть. Безъядерные организмы. И это была будущая митохондрия. И клетка с ядром слились в одно целое. При этом с одной стороны не потеряв свою индивидуальность. Но в то же время уже оставшись неразлучны на всё время. И стали эволюционировать вместе. Все животные, все без исключения, являются таковыми. Таковыми являются и люди. Таковыми являются и растения. У растений это даже ещё сложнее. Потому что у растений помимо митохондрии, есть ещё хлоропласты. Которые точно так же являются ещё одним организмом, внедрённым в клетку. А с точки зрения биологии, разница между безъядерной клеткой и клеткой имеющей ядро колоссальна. Это намного больше, чем разница между человеком и растением. Это деление биологического мира. Самое первое, в самой своей основе. Оно самое основополагающее. Настолько эти организмы разные. Тем не менее, своеобразная гибридизация у них произошла. И мы все являемся плодом этой гибридизации. К чему я это всё рассказываю? Ну, не потому, что я утверждаю, что в яйце происходят подобные процессы. Хотя, как знать. Может быть и происходят. А к тому, что зарождение живого может идти непредсказуемыми для нас путями. Вернее, непривычными. То есть, мы привыкли, что всегда должно быть оплодотворение. На самом деле нет. Механизмов существует множество. И поэтому, даже если оплодотворение как таковое может быть и невозможно. Но это не значит, что жизнь не может найти какой-то путь для своего появления. Ещё интересный механизм, о котором я хочу рассказать, существующий в живой природе. Это горизонтальный перенос генов. Осуществляется он вирусами. Вирус, когда он поражает организм, он проникает в клетку и встраивается в геном хозяина. То есть, по сути, гены вируса становятся частью генотипа клетки. Прямо встраиваются в него. Из-за этого весь геном клетки начинает работать по новой программе. Производить новые вирусы. Когда эта работа с точки зрения вируса завершена, он отделяется от генома. И иногда, то ли по ошибке, то ли это какой-то специальный механизм в природе. Вирус, отделяясь от генома, захватывает какую-то часть этого генома собой. И заражая следующий организм, он снова встраивается в его геном. А когда он отделяется от генома, то он, прихваченный с прежнего организма, может оставить в геноме нового хозяина. И таким образом, вирусы могут переносить генетическую информацию от одних организмов к другим. Это могут быть даже неродственные организмы. При условии, что вирус может заразить один организм на другой. То какая бы степень родства у этих организмов не была, пускай самая отделенная. Генетический перенос может быть осуществлен. В биологии, это называется горизонтальный перенос генов. Именно этим механизмом и пользуются генные инженеры. Они используют вирусы для переноса генов с одних организмов на другие. Причём, это могут быть самые неожиданные комбинации. Например, гены скорпиона могут быть перенесены в помидор. И тогда помидор начинает вырабатывать яд скорпиона. Пускай даже в небольших количествах. Но этот яд чрезвычайно ядовит для насекомых. И поэтому этот помидор оказывается защищён от вредителей. И если генные инженеры это делают целенаправленно, то в природе это происходит по каким-то своим. Одной природе известным законам. Это вот то, что мне пришло в первую очередь на ум. Может быть я чего-то и не знаю. Кроме того, конечно же и сама биология ещё чего-то не знает. Ведь наивно было бы полагать, что все законы животного мира уже открыты. Поэтому теми или иными путями зарождение гомункула возможно. А критика, которая иногда звучит в комментариях, которую я иногда слышу и вижу. Она поверхностна. На уровне невозможности оплодотворения. И не более того. Итак, я создал ещё одного гомункула. Вернее, заложил его. Сколько дней я буду выдерживать это яйцо? Я пока не знаю. Я подумаю. Связано это с тем, что я стараюсь следовать пожеланиям своих подписчиков. А пожелания бывают самые разные. Некоторые пишут, что я попробую подержать пять дней. Некоторые говорят, держи год. Посмотрим, что получится. Ну, год это конечно было бы неразумно. Потому что ресурсов яйца на такой срок просто не хватит. Это очевидно. И в то же время, интересно действительно попробовать разные варианты. А среди вариантов есть такой любопытный, что подожди пока вылупится сам. Ну, вот я пока подумаю. Ещё почитаю комментарии. В конце концов, приму какое-то решение. И мы с вами посмотрим, что получится. И для самых любопытных я хочу сообщить, что это яйцо деревенское. И оно не оплодотворённое. Многих этот вопрос очень сильно интересует. На этот раз я взял одно яйцо. Потому что мне кажется, что так будет лучше. Результаты посмотрим вместе. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Корней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok